В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых заметных событиях этого понедельника и прошедших выходных вам готовы рассказать мои коллеги-журналисты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Глава Императорского дома в Рязани впечатлил ли наш провинциальный город Великую Княгиню? 99 лет. Предъюбилейный день рождения отметила Рязанское воздушное десантное училище. Шестой интернациональный студенческий фестиваль собрал в Рязани более 500 участников из 27 стран мира. Глава Российского Императорского дома, ее императорское высочество, государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, прибыла в Рязанскую область с высочайшим визитом. 12 ноября Великая Княгиня посетила Свято-Троицкий монастырь и Рязанский Кремль, а в понедельник в областном правительстве состоялась ее встреча с представителями Рязанской власти. Великая Княгиня Мария Романова, внучка Кирилла Владимировича, двоюрного брата Николая II, считается, что наследников по мужской линии рода не осталось, поэтому она была провозглашена наследницей Российского престола. На встрече с представителями власти Великая Княгиня рассказала о миссии дома Романовых, который сегодня является культурно-историческим институтом и работает над сохранением русских исторических и культурных традиций. В ходе беседы речь зашла о недавнем столетнем юбилее Октябрьской революции. Великая Княгиня высказала мнение, что императорский дом в равной степени несет свою долю вины за то, что в России свершилась революция. Именно в такое юбилейное число, я думаю, что это важно, что я могла приехать и высказать тоже от императорского дома, тоже наши обвинения, что-то не так сделано. И тоже где-то, в общем, мы все раньше или больше, все были в некоторой степени немножко виноваты. Великая Княгиня пробудет в Рязани несколько дней. В воскресенье она побывала на молебне в Свято-Троицком монастыре и Рязанском Кремле, где осмотрела Успенские и Христорождественские соборы. Цель – познакомиться с вашим краем. Давно мечтала именно этот край, куда столько добрых людей отдали всю свою жизнь, свою родину. Во вторник Великой Княгине примет участие в открытии мемориальной доски в память посещения Рязани императором Николаем II на здании железнодорожного вокзала «Рязань-1». В субботу 11 ноября Рязанское высшее воздушно-десантное училище отметило свое 99-летие. Официальным же днем рождения училище считается 13 ноября 1918 года. Именно в этот день в его стенах состоялось первое занятие на курсах красных командиров. Как отпраздновали в училище предюбилейный день рождения, расскажет Алена Куколева. 99 лет со дня основания кузницы кадров воздушно-десантных войск страны. Военный вуз – один из главных символов Рязани. Не зря город называют столицей ВДВ. Училище выпускает высококвалифицированные офицерские кадры. Ура! 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 Вольно! Вольно! Кузница офицерских кадров воздушно-десантных войск воспитала целую плеяду военачальников, 79 из которых стали генералами. Многие из выпускников занимали и сейчас занимают руководящие должности Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляют субъекты нашего государства. Среди выпускников училища поистине мужественные и легендарные личности. Традиционно на плацу – показательное выступление. Торжественный марш – выступление оркестра, который ежегодно участвует на параде 9 мая на Красной площади в Москве. Отработка строевых приемов, элементы рукопашного боя, занятия по специальной скоростной стрельбе. Выступление сборных команд по гиревому спорту, боксу и дзюдо. В честь большого праздника курсанты показали мастерство не только в военном деле. За 99-летнюю историю стен училища вышло более 50 тысяч офицеров. 132 выпускника стали героями Советского Союза и России. В честь праздника на территории училища открыли бюсты выдающимся русским полководцам – Александру Суворову и Михаилу Скобелеву. Их имена тесно связаны с Рязанской землей. И как ни нашим курсантам, как ни нашим офицерам учиться именно у таких величайших полководцев, русских генералов, как Суворову и Скобелеву. Это прекрасный пример для подражания. История мировых воздушно-десантных войск началась 2 августа 1930 года на учениях военно-воздушных сил под Воронежем, где впервые было высажено с парашютом десантное подразделение в количестве 12 человек. С тех пор голубые береты – это символ отваги, героизма и бесстрашия. И за почти столетнюю историю они ни разу не дали повода в себе усомниться. В этот же день, 11 ноября, в военном клиническом госпитале после долгой и тяжелой болезни ушел из жизни бывший начальник Рязанского десантного училища, герой Советского Союза, почетный гражданин Рязани Альберт Слюсарь. За день до смерти генерал-лейтенант отметил свой 78-й день рождения. Несмотря на то, что родился Альберт Слюсарь в Амурской области, Рязань он считал своим родным городом. На протяжении 11 лет он возглавлял Рязанское воздушно-десантное училище. Альберт Евдокимович уделял значительное внимание повышению качества подготовки выпускников, развитию учебно-материальной базы училища, физической и военной культуре офицеров-десантников. В практику обучения курсантов он ввел ряд новых форм учебных занятий, полевые выходы и тренировочные упражнения. Совершил более 300 прыжков с парашютом. С 1998 года Альберт Слюсарь возглавлял Рязанское отделение Союза ветеранов локальных войн, а в 2000 году стал президентом Рязанского регионального отделения благотворительного общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации. Гражданское панихида и прощание с Альбертом Слюсарем пройдет 14 ноября в 10.00 в Музее истории ВДВ. Похоронят Героя Советского Союза на Скорбящинском мемориальном комплексе города Рязани. О том, что в Рязани превышен нормативный срок эксплуатации 50% подвижного состава автоколонны 1310, а в МУП УРТ требует обновления более 70% троллейбусов, стало известно еще на прошлой неделе. В понедельник же на сайте Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области появилась информация о том, что Москва передаст Рязани 10 троллейбусов и 20 автобусов. Ведомство совместно с Горадминистрацией проводит работу по безвозмездной передаче подвижного состава из ГУП МОЗ ГорТранс для нужд Рязанской области. Отмечается, что мэр Москвы одобрил поручение рязанского губернатора и в столицу направили соответствующие документы для подготовки распоряжения о передаче. Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает, 14 ноября будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В этот день в Рязани области дважды в 7.45 и 14.20 будет включена сирена оповещения. Мероприятие это плановое, так что жителям Рязанской области не стоит беспокоиться. Более 20 лет три поколения семьи Вишкере проживают в Касимове на 10 квадратных метрах. Они лишены элементарных удобств, а тем временем самой маленькой представительнице этого семейства просто необходимы нормальные условия. Подробности в материале наших касимовских коллег. Уроженка Касимова Галина еще при СССР волей судьбы вышла замуж за латыша, стала носить фамилию Вишкере и жить в Риге. Ветер перемен в конце минувшего века разметал не одну семью. В 1989 году Галина оказалась с двухлетней олитой именно в этой комнатке. Сюда же принесли и новорожденную Лизу. Как оказалось, она страдает серьезным генетическим заболеванием. В самом начале жизни Лиза даже не ходила. У нас самая проблема – это душевая, потому что мыть ее негде, девочку. В баню в общую ее не возьмешь с собой. А в ванночке она уже у нас подросла, и она очень подвижная, не получается. Боимся залить соседей внизу. Буквальное хождение по мукам у Олиты началось три года назад. В Вишкере хотят занять пустующую общую кухню площадью в 30 квадратных метров на первом этаже. Нельзя сказать, что чиновники вообще самоустранились. Много кто приезжал к нам сюда, я уже не могу сказать. Все обещали, смотрели, сочувствовали, говорили, что да, у вас вот такие вот условия, что можно оформить эту вот кухню. Там очень был плохой пол. Сказали, что в администрации деньги могут выделить только на ремонт пола. То есть полностью его заменить новый. Заменили? Да, пол заменили. По закону, для того, чтобы перевести кухню из категории нежилое в жилое помещение, требуется письменное согласие всех собственников жилья. Большинство уже не живет в Касимовской деревянной двухэтажке. Чиновница городадминистрации Елена Филипова миссию по сбору подписей и проведению общего собрания жильцов возложила на женщину, на руках которой ребенок инвалид. Как я их могу собрать? Что я должна какие-то паспортные данные собирать, потом какой-то номер со свидетельства о собственности. Кто мне это даст? Кто я такая? Недавно избранный депутат городской думы Александр Сучков пытался помочь многострадальным женщинам, но и от него, как от назойливой мухи, Филипова лишь отмахнулась. Нашей съемочной группе не удалось даже встретиться с Еленой Константиновной. Она либо, ну, очень сильно занята, либо пока ей нечего сказать. Проблемой заинтересовался и лидер местных единороссов, первый заместитель главы муниципального образования Олег Семенов. Он практически одновременно с нами посетил семью Вишкере и высказал свое мнение по поводу отношений чиновников к выполнению своих функциональных обязанностей. У нас закон, он должен быть прежде всего восстанавливать справедливость. Справедливый должен быть закон. И вот тогда, исполняя этот закон, я думаю, что вот такой ситуации, о которой вы сейчас говорите, не будет просто. Ее не должно существовать, потому что если есть возможность создать для ребенка лучшие условия, какие законы? Мы должны все сделать и быстро-быстро переселить, чтобы действительно все были нормальные условия для проживания. Буквально на следующий день после нашего визита в семью Вишкере прошла церемония подписания соглашения о взаимодействии между городадминистрацией и Касимовскими СМИ. После нее мы встретились с Ниной Никитиной и попросили самой вникнуть в суть проблемы. Прошло несколько дней, в Вишкере даже не позвонили. Хотя на словах госпожа Никитина ратует за конструктивизм в работе. Я не хотела бы давать оценку тоже руководителям предыдущим, потому что я тоже работала в этой команде, собственно говоря. Но я считаю, что мы должны взаимодействовать. Вот принцип моей работы – это вообще открытость взаимодействия. Взаимодействие – это не значит, что мы в одну сторону смотрим. Это полярность, это разность точек зрения. Но мы должны слышать, слушать друг друга и работать во благо. Пока, к сожалению, взаимодействия не получается. А тем временем в этом здании зачастую вершатся людские судьбы. Чиновники Росчиком Перра могут разрешить или нет сложную жизненную ситуацию. К подобной категории относится и положение семьи Вишкере. 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи. Известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения, именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых. Главная цель которого – привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Сразились в знании Брайля. Международный день слепых в Рязани отметили стартом традиционного праздника «Белая трость». Он будет проходить в течение четырех дней. 13 ноября участники показали свое умение читать и писать на языке слепых. Все думали, как бы завести у нас в живом уголке лося. По ролям участники читают Денискины рассказы. Маленькое произведение хранится в библиотеке в одном экземпляре. Специально для конкурса его от руки переписала педагог Нина Володина. Она трудилась два дня. Самое главное для незрячих уметь читать и писать по Брайлю. Хотя не все это понимают. Многие ленятся. Но все равно именно чтение письма по Брайлю делает людей грамотными. То есть как бы мы можем быть на одном уровне со зрячими. Очень мало, к сожалению, наших незрячих пишут по Брайлю. Это прям вот как в своем обществе мы находимся. А пишут и читают по Брайлю очень мало. Для письма слепые используют специальный прибор. Он состоит из двух частей. Доски с дырочками и доски с клеточками. В каждую клетку помещается одна буква, которая в свою очередь состоит из шести точек. Пишем справа налево, читаем слева направо. Потому что лист переворачивается. И, ну, есть много своих сложностей. Есть печатные машинки, побрали. Есть принтеры. Есть компьютерные строки, на которых шрифт прям брали, уже выскакивает. Коварные задания в игровой форме помогают тренировать навыки и чувствительность подушечек пальцев. Участники разгадывают кроссворды, составляют новые слова из предложенного, читают стихи. Обязательно добавляют рельефно-графические задания. Например, найти пару одинаковых снеговиков. Понравилось, когда мы на ощупь определяли рисунки. Потому что, ок, у меня есть немножко остаточное зрение, да? И я привыкла подглядывать. А на ощупь это было достаточно сложно для меня. Для ребенка это простое, самое простое задание. Либо шестилетка справится. Но для незрячего это не так уж легко. Потому что нужно все это оценить. Сложно из-за того, что отсутствует визуальный контакт. Просто приходится ориентироваться на свои ощущения. И это получается не сильно быстро. В следующие три дня участников праздника «Белая трость» ждут квест-игра по техническому прогрессу, интеллектуальный поединок КСИ и концерт художественной самодеятельности. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». 13 ноября в Рязанском дворце молодежи состоялся шестой интернациональный студенческий фестиваль. Его участниками стали более 500 студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, представители национальных общин и диаспор из 27 стран мира. В этом году фестиваль приурочен к Международному дню студента. Подробности у Анны Герцовской. Всех гостей на шестом интернациональном студенческом фестивале встречали со столами, полными различных блюд. Представители иностранных государств своими руками приготовили национальные угощения. И во время небольшого пира они могли пообщаться с гостями и участниками фестиваля. «Здесь нам интересно. Мы показываем нашу культуру, представляем, также узнаем о других странах, о культурах, приобщаемся к этому. Поэтому нам интересно. Мы хотим сделать что-то хорошее для своей страны, о ней поговорить, кому-то рассказать. Я участвую первый раз. Я вообще учусь на первом курсе. Потому что хочется быть как-то ближе к своей стране, со своей культурой, со своей нацией. Потому что здесь можно с кем-нибудь познакомиться, новые знакомства, узнать про новые культуры». «Что вы готовили?» «Мы готовили плов. Сейчас ничего нет. Все съели?» «Да, все ничего не осталось тоже». «А вы что готовили?» «Я самса готовила, пельмени жареные. «Так, вы что готовили?» «Я тоже помогла». Кроме понимания культуры через угощения, здесь можно ознакомиться и с традициями иностранных государств. Представители Туркменистана оказались очень общительными и с удовольствием показали наряды, в которые одеваются замужние женщины. «До сих пор считается, что свадьба не состоялась, если невеста без национального костюма. Делается европейская свадьба, то есть в обычном белом платье, и в национальном. Национальные костюмы у нас очень красивые. Все вышивка выполнена вручную на платье. «Это все как свадебное?» «Нет, это повседневное. Свадебное платье должно быть красным. У нас девчонки незамужние, в основном все красное носят, молодые девочки». Традиции сохраняются и передаются из поколения в поколение. Но не только это объединяет студентов Туркменистана, которые учатся в рязанских вузах. Все они состоят в общественной организации под названием Рязанский областной правозащитный культурный центр российско-туркменской дружбы. Этот центр помогает при организации выставок, участии в подобных фестивалях и при поступлении студентов. Организаторы оказывают правовую поддержку при зачислении в вуз. «Не обязательно ехать сюда. У нас есть электронная почта, есть сайт. Можно прямо из Туркменистана обратиться. Мы все сделаем здесь для них необходимое. Все документы сами отнесем, все им сделаем, чтобы они уже приехали комфортно сюда и уже начали учиться». На этом фестивале можно понять, что крепкие отношения поддерживаются не только между представителями отдельного государства. Такие мероприятия позволяют укрепить связь между разными государствами. Так на сцене в этот день студент из Марокко читал стихи Есенина под аккомпанемент студента из Туниса. Возможно, именно такая связь государств в будущем способна изменить мир. Недавно прошедший в Сочи 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов показал, что нынешние поколения занимают очень активную позицию. «Там молодежь всего мира показала, какая она инициативная, что она всегда с горящими глазами, готова менять мир, готова улучшать наше будущее. Там мы увидели настоящую команду будущего. И сегодня здесь, на этой сцене, в этом зале, действительно команда будущего». Это мероприятие также напоминало Всемирный фестиваль, только в масштабах Рязани. Здесь в преддверии Дня студентов более 500 человек заинтересованы в светлом будущем. Они дали это понять и намерены двигаться дальше. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Встреча с летом в середине ноября. Рязанский художник Виктор Грушиновицкий представил свое видение обычных цветов. Зрители привыкли видеть художника в роли абстракциониста, классического пейзажиста, портретиста. Что вдохновило его на новые эксперименты, узнала наша съемочная группа. Персональная выставка живописца Виктора Грушиновицкого открылась в художественном салоне на Старом Перекрестке. На 22 полотнах изысканные цветы соседствуют с простыми, полевыми. В основу сюжетов легли растения резинцентского края, подсмотренные в селе Коростово. «Для меня, в общем, это что-то, наверное, не совсем обычное. Она такая яркая очень, потому что у меня много работ, довольно-таки, на мой взгляд, мрачных, может быть, каких-то таких, ну, не слишком ярких. А здесь, в общем, такое лето. Полевые цветы, гладиолусы, сирень, ирисы, ромашки». Большинство полотен художник написал этим летом. Классический живописец, работающий маслом, в этот раз решил освоить новые для себя краски. Около половины картин выполнены в акриловой технике. «Я открывал новый материал, как использовать вообще эти краски, насколько, какую силу брать цвет. Это определенные технические особенности. В общем, мне был из-за этого дополнительный какой-то интерес в работе появился». Виктор Грушиновицкий привык к минимализму. В его работах много воздуха и пустого пространства, которые помогают создать ощущение фундаментальности. В пейзажах художник отталкивается от горизонтальных линий. Однако в этот раз он открыл для себя вертикальную форму. «При внимательном рассмотрении можно заметить, что эта выставка, она готовилась специально для этого помещения. У Виктора всегда чувство идет параллельно с логикой». Работа над этой выставкой вдохновила автора и на новые идеи. Так в планах художника создать большую серию портретов цветов, составить собственный гербарий. «Наших простых, совершенно порой незатейливых цветов, которые, если его крупно показать, изящно, интересно, найти правильный экземпляр, мне кажется, это будет очень интересно». Выставка продлится до конца ноября. Посетить ее может каждый, кто желает вновь согреться теплыми красками и летними мотивами. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Редактор субтитров А.Семкин